Ох, зря мы это сделали, сокрушались опекуны. Молодые собаки Элька и Валик впервые оказались на большой прогулке, и девушки решили дать им свободу. А те, недолго думая, опустились в бега. Пришлось и волонтерам отправиться на поимку беглецов. А те хитрецы лишь делали вид, что собираются вернуться. Но стоило опекунам приблизиться, разворачивались и продолжали свой путь. То ли четвероногим озорнякам стало совестно, то ли усталость их накрыла. Но Элька и Валик все же позволили Ольге прервать их веселую прогулку и представить их перед камерой. Эльвирочка, принцесса. Нет, это мальчик. А, это уже мальчик. Вот она же девочка. Она немножко, да, у нее мордочка поуже, она такая еще чуть-чуть позже. Нет, Элечка. Эля и Валик – брат и сестра. Попали в руки волонтеров еще щенками, в числе других. Активисты по защите животных пытались спасти всех пятерых, но выжили только два. Сейчас Эльке и Валику около десяти месяцев. И волонтеры настолько привязались своим подопечным, что долго не занимались активным поиском новых хозяев. Называют их любовно наши беляшки. Они немного застенчивые, как, наверное, все жители пункта передержки. Немного опасаются посторонних, но при этом они дружелюбные и ласковые со своими. Эля немного активнее, она скорее предводитель в их паре. Вот, Валик такой сдержанный, как настоящий мужчина, где-то немного застенчивый. В том, что Элька – зачинщица и подстрекательница, мы убедились. Ведь именно она подбила своего брата на рискованную прогулку. К тому же и характер у нее своенравный. На ласки чужих людей почти не реагирует и близко к себе не подпускает. Девочке хватает общения с братом. Пункти передержки Элька и Валик держатся вместе. Их преданность и верность восхищают людей, рассказывает Ольга. В целом, очень обаятельные собаки, такие жизнерадостные. Мы бы, конечно, очень хотели пристроить их в паре, потому что они всю жизнь живут свою вместе, они друг за друга держатся. Они, конечно, не совсем чтобы приучены к поводку, потому что они живут на закрытой территории, в вольерное содержание. За территорию не выходят. То есть, если территория огорожена, им какое-то нужно время, чтобы к ней привыкнуть. После этого они уже, несмотря на открытые ворота, закрытые, они уже с этой территории никуда не уходят. То есть, они на ней живут, ее охраняют. Волонтеры подготовили своих подопечных для передачи новым хозяевам. Провели собакам кастрацию и стерилизацию. Скорее всего, Эльке и Валику придется расстаться. Каждый из наших героев найдет свой путь. Они имеют право на счастливую жизнь.